Без пухлых фраз, без политкорректностей. Основная проблема. В чем сила, брат? Я вон в тапочках даже, так что так. Достоевский. Ну как без Достоевского про русского не поговорить? Западный человек рационален. Любили так всерьез, мирились так всерьез, ненавидели так всерьез. Ты прям тюрьму описал какую-то. Пафуко. Человек ты вообще-то более-менее никчемный, и мозг у тебя работает не очень быстро. То, что ты рассказываешь, это для меня как бальзам на сердце. Ты должен убить в себе лавочника, лодочника и простопы. Они плачут все. И миллион долларов в год. Поиграть в демократию можно, когда это не угрожает результату. Ты счастлив? Сильно. Видео, которое я сейчас хочу вам показать, было записано 2 года назад. На юбилей Новосибирского государственного университета. Меня пригласили выступить с лекцией. Я вспомнил, что Дэн Блинов, тоже выпускник, сейчас живущий в Голландии, собирался приехать. И вспомнил, как мы с ним за полгода до этого очень интересно и необычно поговорили на его кухне в роттердамской квартире. И захотелось тот наш разговор перенести в аудиторию университетскую. А говорили мы о чем? О бизнесе, о жизни, о человеке, о том, где жить. Дэн никогда не работал в российских компаниях, сделал карьеру в Pfizer, первый русский SEO, супер успешно руководил местным бизнесом, потом был Лондон, сейчас Роттердам. Я никогда не работал в западных компаниях. И захотелось сопоставить наш взгляд на культуру и ведение бизнеса из двух разных миров. То, что получилось в видео ниже, было заявлено как батл, но, конечно, новосибирская часть наша батлом никаким не была. Это был просто разговор двух выпускников, одной альмаматор, которых жизнь бы раскидала. Интересно, кстати, как бы вы после просмотра этого видео ответили на вопрос, насколько мы с Дэном далеки друг от друга и насколько в разных мирах живем. Или наоборот, вообще мало чем отличаемся. Если что-то зацепит, заинтересует, приходите в комментарии, обсудим. Истин высеченных в камне там точно нет. Приятного всем просмотра. Для того, чтобы просто... Понимаете, у нас батл какой странный. У нас нет модератора. И по факту я эту роль выполняю. На самом деле для меня Дэн – это наш товарищ, который находится в этнографической экспедиции, изучающий нравы и обычаи дальних племен. Хорошая интерпретация, я согласен. Поэтому я тебя... Я вот просто... То, что у меня есть, как бы накопилось, я зеркалить буду. Поэтому я тебе буду какие-то вбрасывать вопросы, идеи. И мне очень интересно, как вот там... Ну, это совсем я куда-то далеко ушел, заблудился. Или это еще где-то по земле хожу. Первая тема, с которой хотелось бы разобраться. Ну, если мы говорим там Запад – Россия. Макрон там заявил, Россия – это Европа. А вот как бы мы кто? Европа, Восток, русский человек. И Запад. И Запад. Мы договорились, что под Западом он огромен и мир большой. Мы вот как бы англосаксонский образ такой формулируем, потому что все-таки они сейчас такую доминирующую какую-то роль выполняют. Ну, они считают, что выполняют доминирующую. Скажи, что для тебя? Вот как ты чувствуешь того человека и русского человека? И какие свойства того, ну, вот западного человека делают западным, а русского – русским? Значит, я начну тогда с западных людей. Россию оставлю тебе, если ты не возражаешь. И мы договорились, что мы не говорим про Запад как бы целиком, мы выделяем англосаксонский тип. И мне немножко проще, потому что, во-первых, Запад очень разный. И когда тема была поставлена «Россия против Запада», конечно, лучше было бы сказать, там, «Азия против Запада» или что-нибудь такое. Ну, раз уж мы идеологию поддерживаем в этом смысле. Я прожил полтора года в Англии и до этого учился в Англии, соответственно, в Великобритании и сейчас в Нидерландах. Поэтому мне немножко проще говорить все-таки больше про вот эту часть и больше про Великобританию. Значит, какие основные, на мой взгляд, черты западного человека в этом смысле? Я считаю, что, во-первых, западный человек рационален. То есть это тот человек, который, по сути, умеет планировать достаточно серьезную перспективу. Он не живет только сегодняшним днем и даже, в принципе, мне кажется, не живет сегодняшним днем. У него четко расписано, где он будет через столько-то лет, где он будет через столько-то, какой счет в банке, сколько нужно, чтобы пенсию получить, как устроиться на работу, как с нее уйти или как сделать так, чтобы не уйти. То есть у него есть четкий план. И более того, вся жизнь устроена так, что когда, это парадокс, что когда у него есть этот четкий план, ему не нужно особо заботиться о сегодняшнем дне, потому что он всегда будет защищен до определенной степени. То есть, грубо говоря, он не останется на улице, не останется без еды, не останется без медикаментов, без здравоохранения и так далее. Конечно, в Лондоне есть бомжи, да, и более того, когда ты выезжаешь, скажем там, я жил в деревне лондонской, моя жена называла его в эту деревню Silent Hill, потому что в 6 часов все умирало. То есть там в 6 часов ты выходишь вечер, и ничего больше нет, жизнь заканчивается. И там есть бедные люди, но в целом они живут нормально, рационально и считают вперед. Это раз. Два, эти люди крайне толерантны. То есть они, ну крайне, наверное, неправильное слово, просто толерантны. Они готовы принять достаточно много девиаций в разных их проявлений. То есть они не будут хватать тебя за руку, не будут тебе говорить, что ты неправ, не будут тебя там запрещать тебе выражать свои мысли и так далее и тому подобное. Они как бы гибки в своем восприятии абсолютно разных людей, разных образов мысли и тому подобное. Но при этом они никогда тебя не впустят в свой круг. Я сейчас говорю больше про англосаксов, наверное. Они всегда будут дифференцировать между собой и аутсайдером, то есть человеком, который пришел извне. И добиться того, чтобы они тебя впустили в этот круг, практически невозможно. То есть они все равно считают себя определенной высшей кастой, так скажем. Ну и третье, последнее, наверное, что тоже важно подчеркнуть, они неискренни. Они вежливы, они очень толерантны, как было сказано, они готовы тебе помогать словами, но когда дело доходит до реальности, как бы они ведут себя немножко по-другому. И это очень сильно отличает их от наших людей. Неискренность. Вот, собственно, наверное, три основных момента. Расчет, практика, то есть такое очень четкое планирование, толерантность и неискренность. Мы в этой части вопросы не задаем. Это наш разговор, это было правило. Вы палец подняли. Это манипуляция вами, конечно же. Пожалуйста, записывайте. Про Россию от меня. Во-первых, ночей не хватит, чтобы про это поговорить. И я попробую три свойства, как я чувствую русского человека, какие свойства, которые важны просто в понимании. Еще важный момент. Звучит русский, мне слово российский не нравится, но когда я говорю русский, я, конечно, говорю про русского не по крови, а про тех, кто на этой территории живет. Культурный код русского человека. Мне кажется, три свойства, которые важно понимать или принимать. Первая часть, назову так, глубина и сложность. Вот нам мало простых объяснений. Нам надо докопаться, найти какое-то основание, причину. И особенно еще, чтобы это соотносилось с моим местом в мироздании, с моими отношениями с Богом. Вот правду найти. Как Достоевский говорит, русский человек, если в католики пойдет, он иезуитом станет, а если в Бога не верит, он станет таким атеистом, что верующих расстреливать будет. Он про расстрел не говорил, но он же предсказал. Вот по балабанному, в чем сила, брат? Нам правда нужна. Мы не можем остановиться на том, что есть ответ и все. Окей, мы будем копать, копать куда-то нам, залезать дальше глубже. Второе свойство. Я не нашел какое-то простое слово, формулу. Назову так. Совмещение несовместимого и внутренняя тяга к противоположностям. Я три дня назад фильм увидел, просто телефон заключил «Восток и Запад». Прекрасные артисты. Сергей Бодров сценарий написал. И мне этот фильм, я помню, он мне не нравился всегда. Я не мог его смотреть. Я не мог объяснить, почему я не мог его смотреть. А послушал это интервью «Любовь Аркус», еще не поздно, и она как про Алексея Германа говорила. Я понял, почему мне этот фильм не заходит. Неправда. Я ему не верю. Не может быть все так плохо. Вот там просто жуть какая-то чистая и беспросветная. А вот Герману верю. А Герман, она рассказывает творческую трагедию Германа, который лучше всех это выразил, но он как бы так и для себя, свой пик не смог выразить то, что хотел сказать. Он пытался передать весь непереносимый ужас и все непереносимое счастье после военного Ленинграда. Он помнит себя счастливым, он таким счастливым никогда больше не был. Он помнит, что мама и папа были счастливыми. И он когда вырос, узнал, что вокруг этого было. И вот он это пытался в лапшине. Как бы ты вспоминаешь этот фильм? Он это пытается рассказать. Вот эту сложность я понимаю. А вот эту простоту, восток-запад, агитка просто. Какая-то просто пропаганда. Ну, можно перебить ее на секунду? На секунду. Давай. Здесь же один момент очень важный заключается в том, что раньше не нужно было зарабатывать деньги на фильмах. А сейчас нужно. О, да. О, да. И рецензия, денежная рецензия, она еще более жестче, чем рецензия, которая была в прошлом. Согласен, согласен. Достоевский. Ну, как без Достоевского про русского не поговорить? Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто творит, а по тем святым и великим вещам, о которых он в самой мерзости своей вздыхает. Судите его не потому, что он есть, а потому, чем он хотел бы стать. Мы же... Это же русский. Причем у него не записана цитата, он как бы... Я про тебя говорю, я всем обращаюсь, цитаты здесь нет. Не-не-не, это я... Сережа на память. Нет, Достоевский очень близок мне, я его очень люблю, это как бы, не знаю, как дядя. Вот я... Мы ведь... Нам ведь можно рассказать, там, год-два русским, что человек, который вчера убивал, был бандитом, вдруг исправился и стал благопристойным гражданином, мы его через два года мэром выберем. Это будет нормальное решение. Ну, как бы, мы поверим. Мы совмещаем это. А мы ему выберем мэром, потому что он исправился или потому что он... Там это отдельная история. Отдельная история, мы позже к ней вернемся. И третья часть, совмещение и совместимое. И третья часть, это эмпатия. Вот как бы слово такое иностранное скажу. Я отправил, ну, как бы, мы две недели назад, меня зацепило вот это интервью, Любовь Аркус, еще не поздно, рекомендую всем посмотреть. И там она рассказывает про атмосферу ленинградской киностудии 70-х, 80-х годов. И она говорит, я скучаю не по временам. Она говорит, я скучаю по отношениям. Любили так всерьез, мирились так всерьез, ненавидели так всерьез. Ругались, прощали тоже всерьез. Не боялись отношений, не прятались за стенку личного пространства. Мне кажется, мы русские, нам отношения важны. Вот мы вот этими ниточками отношений питаемся. Мы не можем, ну, вот как бы нам одиночество закрылись, это немного не про нас. Вот, а вторая часть, я где-то 8 лет назад, мне Миша Молчанов, мой однокурсник и друг, прислал статью из Moscow Times. Я услышал про то, что там, и американка пишет для своей аудитории, что, ребята, если вы думаете, что русских слову эмпатия научили, спешу вас разочаровать. У них приставка «со» почти каждый глагол делает эмпатичным. А такие вещи, как «со-участие», «со-переживание», «со-причастие», «со-чувствие» — это вообще черты их национального характера. Это она, эта американка, про нас такое пишет. «Сопромат», вот я вспомнил тоже. Я, ну, в конце просто, как просто, там, тут точку промежуточную поставить, вот я, когда слышу такие смыслы великой степи, общее выше частного, духовное выше материального, справедливость выше закона, власть выше собственности, я понимаю, что это какой-то феодализм, что-то как-то это вот как-то там, но во мне это какие-то включает, это какие-то архетипы мои внутренние кликает. Я говорю, да, это я понимаю, и я понимаю, что тысячу лет мы так жили, и советская власть, она только вывески поменяла, а то, что нам сейчас с тобой пытаются объяснить, что вот там, как бы, что такое успех там, счет, ну, денег побольше, не знаю, личный остров, кресло большое, и вот это успех, но это же примитивно, как-то неинтересно. Здесь вопрос глубже, мне кажется, потому что насколько ты себя можешь чувствовать успешным, не имея определенных гарантий, даже неуспешным, даже насколько ты можешь чувствовать себя комфортно в общении в том самом, не имея определенных гарантий, и вот в этом основная проблема, здесь гарантий нет. То есть в любом случае, да, открытое общение, вот то, как мы жили тогда, в 90-е, и раньше, и чуть позже, как мы могли к любому человеку зайти, сесть, выпить, поговорить, там, сыграть, там, выйти на улицу, получить дюлей от гопников и так далее, все это было искренним и таким настоящим, да, но это не может продолжаться всю жизнь. И сейчас я уже, хотя мне очень повезло, что все мои друзья позавчера мы хорошо очень посидели и поговорили, и они откликнулись и приехали, и было хорошо. Но я же не могу приезжать каждый день. Точнее, я могу, но они в какой-то момент скажут, знаешь, что, Дэн, давай как-то нам... И гарантии, да, работы над гарантией меньше, чем там. Согласен. Это, возвращаясь к тому, что мысль о ложных символах, да, она тоже притит мне. Большой счет в банке, он не заменит, там, чего-то важного. А скажи, вот эти вещи три, там, глубина, совмещение несовместимое, эмпатия, это что-то кликает в тебе. Я полностью согласен. Я абсолютно полностью согласен. Отлично, тогда идем дальше. Вопрос аудитории. Как вы думаете, поднимите точнее руку тот, кто считает, что человек абсолютно рационален, является хозяином своих мыслей, поступков, ну и вообще судьбы. Что делаю, что я хочу делать. Поднимите руки, пожалуйста. Человек абсолютно рационален. Про себя. Ну, вообще, ну, как бы, я верю в то, что я рационален. А кто с этим не согласен? Блин. Я тебе говорю. Все круто. Ну, мы на усибирске, понимаешь? Мы в НГУ. Мне, я вам скажу так, кандидат психологических наук, мне говорит, рационален. Вообще, просто. Я такая. Это вот, ну, как бы, мы конкурируем с компаниями глобальными, которые точно знание другое о человеке имеют. И мы сейчас делаем СПС с глобальной компанией, где нам очень интересную вещь рассказали они. Они рассказали, что конкуренция будущего – это не конкуренция бизнес-моделей, брендов, технологий. Это конкуренция научных школ знаний о человеке. Если мы о человеке будем думать, что он рационален, мы это конкурентно проиграем. Они-то точно знают, что он не рационален. Не знаю. Но они, на мой взгляд, пытаются сделать одну вещь. Они пытаются сделать человека рациональным. По сути, что происходит в больших корпорациях? Берут человека, который, как бы, имеет определенное видение мира, определенный бэкграунд, определенное образование, определенную позицию. Включают его в очень жесткую систему, которая выстроена на очень серьезных догматах, ценностях, идеологиях. И далее пытаются человека включить в эту систему. И, по сути, все то, что называется карьерой, все то, что называется обучением, все то, что называется развитием, зачастую предпринимает оборот просто отбора естественного или неестественного даже. Тот, кто в эту систему не вписывается, уходит. Но вопрос вот в чем. Насколько, если мы говорим о конкуренции, насколько система, разработанная мультинациональными корпорациями на Западе, эффективнее, чем системы, которые разрабатываются здесь? Вот, прекрасно. Мы в конце к нему вернемся к этому вопросу. Нет, мысль-то, которую простую хотел зафиксировать, что если мы отталкиваемся от знания, то есть мы не спорим, не дискутируем о том, что человек что-то делает или чего-то не делает, потому что это ему нравится или не нравится, что есть вещи, которые мы не способны даже про себя, там как-то, ну, мы покупаем футболку в 10 раз дороже с буковкой DG, там, не знаю, что сейчас молодежь. Ну, как бы, это же иррациональный поступок. Я, например, там, ну, вот в менеджменте могу сказать, что мне как руководителю мы учим выгодно, рационально, выгодно знать вообще, что происходит с личной жизнью твоего подчиненного, потому что это контекст определяет его поведение на работе, как зовут его жену, что с его детьми, что есть ипотека, нет ипотеки, просто знать об этом. Ну, это ему лениво, он ведет себя иррационально, как руководитель, про себя, ну, как бы, я, мне противно, а тащусь, я, вот, есть близкий человек, мы были близки, я его искренне люблю, мы с ним по жизни вместе идем, мы у него что-то раз получилось, вот, вот, как бы, успех, мне зависть, внутри начинает что-то такое, я, мне, мне это чувство не нравится, я себе таким не, я не нравлю, мне противно от него, но оно откуда-то появляется, это что, это рационально, я себе сказал, нет, я не буду завидовать и не завидую, почему так не получается, получается, если мы отталкиваемся от того, что человек, есть какие-то веревочки, за которые можно дергать и на нас влиять, то как вот это в культуре реализуется, реализуется? Первый вопрос, который хочу тебе задать, ты в open space сидишь? Да, я сижу в open space. А у тебя open space, это классический open space, ну, точнее так, есть open space а-ля Марс или Хайнс, когда вообще кабинетов нет, а есть open space, когда есть внутри open space, потом есть кабинеты без окон, потом есть кабинеты с окнами и кабинеты по углам. У тебя какой? Ну, ты прям тюрьму описал какую-то, по фуко причем надзирать и наказывать. Я сейчас, давай тогда разграничим вот так, я буду говорить про Великобританию. Давай. Потому что там как раз был open space, который ты описываешь с кабинетами и без кабинетов. Потому что в Нидерландах, и опять же, я не хвалю свое болото, но я просто хочу сказать, что Нидерланды, конечно, отличаются от Великобритании. В первую очередь тем, что последний третий элемент, вот эта искренность, в Нидерландах она, или неискренность, она, конечно, присутствует в большей мере. И там люди, если им что-то не нравится, они тебе напрямую скажут, как бы в Англии не так. Так вот, в Нидерландах open space немножко другое. Я могу объяснить потом, почему. Сейчас просто время не воровать, как бы, если вопрос будет. Но в Великобритании, когда я работал в офисе, да, open space классический с кабинетами для более высокого уровня и с открытым пространством для... О чем open space, как элемент культуры корпоративной, говорит? О чем вот транслирует? Компания что хочет сказать этим? Что хочет сказать или что хочет сделать? Сказать, сказать. Вот как бы какие... Потому что это две разные вещи. Смени, какие ценностные посылы она посылает? Хорошо. Она говорит, что, друзья мои, нужно больше общаться, нужно чувствовать себя на равных, нужно включаться в процесс, нужно убирать формальность, развивать неформальное общение, что поможет вам всем влиться больше в корпоративную нашу культуру, больше обмениваться информацией, двигать инновацию таким образом и развивать бизнес. А открытость звучит как... Разумеется. Открытость как ценность? Ну, как ценность она не звучит, потому что для англичан это не ценность, открытость. Скорее звучит то, что должно быть общение, обмен информацией и всячески нужно нивелировать разницу в позициях. Вот скорее это звучит. Скажи, вот интересно, в Open Space я хочу подойти к своему руководителю и поделиться тем, что у меня что-то не так, ну, не получается. Мне это легче сделать, когда мои коллеги меня слышат? Или я попробую все-таки уединенцию сделать и в кабинете куда-то отвезти его? Если мне что-то не нравится. Если я хочу поделиться своей болью и неудачей. Ну, если ты хочешь поделиться болью, то лучше в Великобритании идти в HR. В отдел кадров. Там обычно так делают. Потому что если ты будешь болью делиться с руководителем, то, наверное, они подумают, либо ты из России приехал, либо откуда ты ищешь. Но если серьезно, разумеется, отвечая на твой вопрос, в Open Space никто делится болью не будет. А успехом? Прошли там, не знаю, сделали. Некоторые будут делиться, но опять же, не очень громко. Потому что... Силу своей воспитанности. Силу своей воспитанности и культурных каких-то парадигм. Еще вопрос. Кому легче в Open Space? Экстраверту или интроверту? Ну, экстраверту, я думаю. А кем проще управлять? Экстравертом или интровертом? Наверное, экстравертом управлять проще. Я тебе хочу рассказать свою историю отношения к Open Space. Я начал работать на советском предприятии. Ну, как оно было? В 80 лет. И там завода управления 30 лет, наверное, было завода управления. И там кабинеты были. И для меня кабинеты были символом совка. И когда я приехал в Москву, я вообще каленым, просто железной рукой Open Space насаждал, потому что все прогрессивные компании сидят в Open Space. И я очень любил Open Space наблюдать из-за стекла своего кабинета. Так как, как там люди... У тебя одностороннее было стекло, и надеюсь, да? Нет, нет, двухстороннее. Я открытый же? Нет, я же открытый с демонстрирую. Мне на самом деле открытый с демонстрирую. Ну, можно было нарисовать себя. Я, видишь, я в это такой весь в жилеточке. Я просто пытаюсь закрываться. У тебя, кстати, идет очень. Серьезно? Да. Потом я приезжаю в Испанию в компанию Deimos Space. Шикарная совершенно инженерная структура. 300, где-то 400 человек работает. Невероятные вещи для европейского космического агентства делают. Очень прогрессивная компания. Меня Мигель, основатель, легендир, водит. И там нету, там кабинет, кабинет. Я такой, Мигель, ну что за old school, что за old fashion про себя говорю? Ну что за совок? И он такой на меня, как на недоделок, любя очень, смотрит и говоришь, слушай, Сереж, инженер же интроверты. А как инженеру в Open Space? Ну, ему трудно работать в Open Space. И мне так стыдно стало. А я в своей космической компании тоже всех в Open Space посадил. И меня, я помню, я инженера, который наушники оденет, шапочку натянет на себя, тапочки. И вот он какое-то такое пространство свое закрытое создает. Я хочу сказать о том, тезис просто произнести, что этот тезис родился, у меня здесь директор персонала находится в зале, и она в Марсе работала, и мы вот в дискуссии с ней сформулировали. А что? Это меняется, конечно. Ну, конечно. Open Space – это элемент системы управления, направленный на подавление боли, тревоги и желания поделиться неудачей, стимулирующая карьеризм, эгоизм и позитивизм, и еще, естественно, фильтрующая тех людей, которым легче управлять. Сильно. Но во многих пунктах ты прав. Но один момент, я позволю себе вот чуть-чуть отступить в сторону, я обещал про Нидерланды чуть-чуть. В принципе, это касается Великобритании и многих других офисов, но в разной степени. И даже многие другие страны, наверное, в Европе. В чем отличие российского молодого, задорного, амбициозного офиса от западного? Ты пришел в российский офис, да? Ну, я знаю, потому что я работал в российском офисе Pfizer, руководил им, и там у нас было как бы порядка 300 человек в офисе, тысяча с лишним вообще, в принципе. Средний возраст людей, ну, меньше 30. Средний возраст работы в компании 4-5 лет. Молодежь, задор, смех, дни рождения вместе, все дела, как бы. Отлично все, да? И при этом компания растет, поэтому мы набираем людей. У нас есть возможность, как бы, обновлять коллектив, свежую кровь добавлять, да? В Голландии, Нидерландах. Средний возраст под 60, 50 плюс. Средний срок работы в компании больше 20 лет. Сейчас, буквально минуту. Больше 20 лет. Все защищены законом, в плане того, что не можешь убрать человека с работы. И их задор немножечко другой. Более того, в 4 часа никого нету, да, ну, утром они приходят на работу, но очень многие любят работать из дома. Дома. Как ты к этому относишься? Я, честно говоря, не очень это люблю. Но это да. Я думал, что я один такой. Но я просто понимаю, да, картинку, почему я тебе дал. Потому что другие абсолютно культуры. И open space для них – это возможность хоть как-то друг друга увидеть хотя бы. И, может быть, даже улыбнуться, там, поговорить о чем-то, да? И это вот немножечко меняет краски. Интересно просто тему сказал. Скажи, вот ты кантри-менеджер российского офиса, и ты модель как бы лидерскую демонстрируешь одну, а ты вот в Лондон переехал, ты вот так же? Ой, да шикарные вопросы и отличная история. Тебя там понимали? Нет. Я приехал, и первым делом, как обычно это делаю, собрал как бы всех ребят за чашкой чая посидеть, поговорить. Ребят, да? Я там самый молодой был, мне кажется, да. Ну, поговорили, и как бы, конечно, пошли в Ичарни, которые сразу после выразить свою зону некомфорта, да, и прочее. Короче, я где-то год в Англии учился, как себя вести. Как себя вести. Не надо говорить с ними вот так вот, за чашкой чая. Более того, если ты в бар надо ходить. Но если ты приходишь в бар, говорить тоже не надо. Ну, то есть, как бы надо, там, может быть, про машину, может быть, там, про футбол, может, там, про погоду обязательно. Нужно выучить все нюансы погоды, вот об этом можно. Но не дай бог там... Слушай, как ты там жил-то? Я просто... У меня есть страны, где я дышать не могу. В Индии я не могу дышать, мне там на второй день становится плохо физически. А есть страны, где я метафизически дышать не могу. Мне не хватает. Вот Америка такая. Я примерял рубашку туда переезда, я не могу. Англия, мне кажется, вот как в таких отношениях жить-то? Где жизнь-то? Ты лучше спроси, как моя жена там жила, потому что я-то ездил по командировкам. У меня в среднем была, как бы, одна командировка в две недели, или даже две порой было, как бы, и там, начиная от всей Европы и заканчивая Австралией. И я сел и поехал, конечно, это тяжеловато, но она жила дома с ребенком, которому было полтора года, и который, как бы, когда заболевал, нужно было что-то решать, потому что единственное лекарство, которое есть в Англии, это парацетамол. Больше там ничего нету. Так что ей было тяжеловато, конечно. Следующая тема. Это вообще можно бесконечно об этом говорить, но чтобы как-то переключиться. Мне интересно разобрать подход к человеку. Мы сейчас человека будем изучать. Как человека видят в одной культуре, и как альтернативно на него можно смотреть. Я сейчас не буду говорить про российский бизнес, потому что я сам не очень понимаю, что такое российский бизнес. Есть вещи, которые я верю, которые мне интересно делать. И подход, который интересно реализовывать. Как развивают сотрудника в Pfizer? Я расскажу, как можно развивать по-другому. Что такое развитие человека, обучение? Ну, это очень хороший вопрос. И очень сложный, потому что... Потому что Pfizer не ставит задачу развивать человека. Это невозможно, развить человека. Но есть определенная система развития и компетенций. То есть, грубо говоря, есть жесткий процесс, при котором выстроена линейка определенных позиций от самой... Ну, не хочу называть ее низшей, потому что у меня немножко другая философия. От стартовой. От стартовой, да. До, как бы, топ-менеджмента. И каждая из этих позиций, промежуточных, должна, скажем так, соответствовать определенному набору компетенций. И в идеальном мире, да, каждый из этих людей должен, как бы, в процессе обучения эти компетенции приобретать. Компетенции – это знание и навыки, иными словами, да. Это просто уже ичарский такой сленг. И, собственно, как работает дальше менеджер? Вот он берет, типа, у меня там Джордж, например, находится вот на этой позиции. Джордж наверняка хочет, как бы, там, подняться на следующую. Чтобы ему подняться на следующую, ему нужно, там, развить определенные компетенции. Вот я с Джорджем поговорю, выясню, какие компетенции у него отсутствуют, и буду работать над развитием этих компетенций с помощью тренингов, с помощью, там, коучинга, с помощью определенных других вещей. Вот так система выглядит в идеальном, как бы, виде. Но, разумеется, это не так, потому что, если Джорджу 50 с лишним лет, или, там, 60 лет, у него компетенции все уже не то, что развились, они уже отмерли давно. Или в бессознательные перешли? В бессознательные. Джордж работает со своими клиентами в поле, он в офисе появляется раз, там, в год, грубо говоря. И Джордж делает бизнес на определенном участке, там, Великобритании, там, Голландии, неважно чего. И когда Джорджу говорит, Джордж, может быть, тренинг? Джордж в Голландии тебе скажет, знаешь, что, иди сам тренируйся, да? Ну, не так, ну, примерно так. Голландцы, они в Англию скажут, да, наверное, а какой? И дальше вот в HR, да? Соответственно, первая задача на Pfizer, почему я говорю, что бизнес-модель меняется? Сейчас Pfizer очень четко смотрит, а чего хочет человек, собственно. Это раз. Это самое главное. Хочет ли человек двигаться? Хочет ли он что-то менять? И главное, что само понятие карьеры отходит на другой план, потому что, да, люди хотят подниматься по лестнице, многие хотят это делать любыми способами. Но модель меняется с карьерной на менеджмент проектов. То есть, если ты можешь делать проект, если ты берешься, если ты за него отвечаешь, если ты знаешь, что такое agility, если ты знаешь, как работать в кросс-функциональной команде, в матричной структуре, с людьми, которых ты лицо в лицо даже не видишь, и ты достигаешь определенного результата, вот это развитие. И вот в этом суть перемен. Но это очень тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс. Я хочу рассказать историю. У меня недели, полторы недели назад был разговор с HR-ом одного бизнеса, за который я отвечаю. И она у нас там работала, по-моему, две или три недели. И в рамках ассимиляции познакомилась. Ну, как бы HR-у важно знать, как мы смотрим на людей, как мы тестируем, какие критерии анализируем. И она как бы эту лекцию прочитала. Потом я получил результат своего тестирования. И она смогла посмотреть на себя нашими глазами. То есть она как бы, а, вы меня вот так видите. И у нее запустило такой внутренний протест. То есть я не такая, я, ну, как бы, это вообще не про меня все. Я вспомнил. На самом деле, ну, как бы там фишка была в том, что это HR, который, ну, как бы, заботится о человеке, служение, у нее базовые потребности. А у нее профиль мой. То есть я положил перед ней, у нее мой профиль лидерский. Она вообще в HR, как бы, ей сложно. И ей это очень трудно признать. И у нее движки эмоциональные, ну, как бы, внутренние, они, как бы, сильно про другое. И я вспомнил себя. Я, мне 32 года, я уже 6 лет руковожу, ну, большой руководитель, и мы сливаемся с Эвко. Как я компанию Эвко узнал 10 лет назад. И они говорят, давайте, ну, только вы нас проверите, как, вашими методами, а вы все наши тесты пройдете. Мы говорим, конечно, ну, у нас тут тестов не было, но мы все их тесты, соответственно, должны были пройти. Я помню, я общался с этой женщиной, я физически вспомнил свой страх тестирования. И это было, и почему, очень простая причина. То есть я понимал, что я где-то там закроюсь в своем домике, сяду у зеркала и скажу, Серега, вот, как бы, все, ты вот сейчас залетел вот сюда, весь твоя, вся твоя территория, ну, как бы, жизненный успех, это же на самом деле удачи. Вот, как бы, вот тут тебе повезло, потом вот тут тебе повезло, а вот тут тебя вынесло, и вот здесь тебя вынесло. И ты очень важные вещи вообще перескакиваешь, и тебе не хватает эмоций, накопленного жизненного опыта. И вообще ты, ну, ты место свое занимаешь, ну, незаконно. Несправедливо, да, вот по чесноку, если с собой это говоришь. Человек-то вообще-то более-менее никчемный, и мозг у тебя работает не очень быстро. Я вот так вот так в домике своем. А тут тестирование, и все об этом узнают. Я как, все же, ну, знают же, вот я сам с собой, да, вот в этом, а тут все об этом узнают. И я, ну, и я внутренне, ну, как бы... Это в тех предыдущих компаниях? Десять лет назад, нет, это... В предыдущих, потому что сейчас и чарджи сидит, боюсь просто немножко. Мы прошли это, тестируй, я помню вот это, знаешь, и мне дали, ну, вот тут фидбэк, это первый важный разговор для меня был. Вот для меня развитие тогда началось. Он больной, болезненный был. То есть мне какие-то вещи очень больные подсказали, которые я потом принял года через 4, через 5. Да-да-да, это вот, во мне это есть. Но развитие начинается, вот мы как бы пытаемся учить. Коммерсанту можно учить навыкам переговоров. Там, как подготовиться к переговорам, как выстроить беседу, как аргументацию выстроить. Вот эти, этими вещами. А мы пытаемся рассказать о том, что ты разберись в себе, что тебя сильным коммерсом делает. Тебя сильным коммерсом делает, что ты, вот эта тяга к соревновательности, потребность доминировать, и тебе, и потребность быть в центре внимания, тебе не проблема 12 человек перед тобой посадить, это для тебя не стресс, это для тебя включает какие-то внутренние тумблеры, и ты эффективным становишься, но ты еще и пойми, что это же твои точки, на которые давить можно. Вот как бы это сильный, они и твои славые стороны. Мы вот так пытаемся, а с руководителями вообще мы с этого начинаем. Это главный вызов вообще в развитии, для того, чтобы руководитель начал развиваться, посадить его перед зеркалом и сказать, парень, скажи себе честно, с собой поговори, я такой. Вот как бы во мне есть вещи, которые меня делают сильным. А есть гири, которые мне мешают. А после этого мы вместе поговорим, как эти гири как-то так, ну, начнем сбрасывать, путь такой длинный. Очень простые вещи какие-то, верю, это убеждения уже мои пришли. Я, например, не верю в то, что книга учит. Я не верю, что чужой опыт учит. Может, наверное, учить очень умного человека и очень волевого, но у меня так не получалось. Я верю, что боль учит. Вот причем эмоционально насыщенные отношения. Царапнет, и ты запоминаешь об этом. И у меня даже такие, знаешь, маркеры. Вот как бы ты, если по жизни двигаешься, вот как бы болит, вот ты преодолеваешь. Классно, ты становишься сильнее. А если вот кайф, ну, вот просто такая тишь да гладь, божья благодать, деградирую. Все такое, что-то не то. Вот у меня мои глюки такие в этой связи. И поэтому развитие, да, это опасная черта. Ты переходишь на черту, не знаю, личного пространства. И я верю в то, что человек может становиться сильнее только тогда, когда он с собой разберется. И мы даже систему Станиславского используем для того, чтобы это включить. Курсы актерского мастерства у нас направлены на это. Как их готовят? Как вот встать перед зеркалом и поговорить? Ну, очень грамотные вещи. Я абсолютно согласен с многими пунктами. Я, наверное, бы добавил одну, один момент, который, возможно, кстати, отличает, опять же, западную компанию от, западную компанию на западе от российской. Очень много времени там уделяется тому, как не человека развивать, а команду саму по себе. Как некоторое сообщество людей. И чтобы это делать грамотно, необходимо протестировать команду. Как она себя чувствует? Она вообще может взаимодействовать? И выживет ли она как команда? Что можно поменять? Так вот, основная проблема, постоянно выплывающая по отзывам самих членов команд западных, что у них отсутствует доверие. Понимаешь? И когда ты говоришь о том, что вы психологически проверяете или помогаете человеку найти правильную модель поведения в корпорации, я только за. Я абсолютно это поддерживаю. Когда вы говорите о том, что необходимо не бизнес какие-то вещи развивать, в первую очередь, а в первую очередь психологически адаптивность психологическую, я только за. Но отличие в том, что здесь, на мой взгляд, здесь гораздо больше доверия, чем там. Если там ты начнешь копаться в психологии человека, извините, я в HR. Ты про психологию сказал, а я вспомнил разговор мой с директором по маркетингу глобальной компании, который мне рассказывал, что такое супермаркетолог. Он говорил, что супермаркетинг, супермаркетолог, это человек, который должен быть суперпсихологом, суперсоциологом и супербиологом. То есть он должен знать психологию, он должен знать социологию, и он, если он занимается человеком, особенно если продуктами питания или все, он должен знать физиологию, биологию. Горяк Макатычевичу смотрит и слушает. Я еще добавил бы суперэкономистам, конечно, да? Хотя сколько часов психологии было? Нам повезло, у нас была очень волшебная молодая преподаватель. Я боюсь, что я сейчас не вспомню, к сожалению. Ну, у меня была психология, я про это. Да, причем на очень хорошем уровне. Нас не учили. Вы социологию, и вам как повезло. Следующий блок, еще два их осталось. Партнерство. Я, когда слышу такой термин HR, бизнес-партнер, я внутренне вздрагиваю. Человек, который должен отвечать за людей в компании, его заставляют думать как генеральный директор, то есть финансы знать, прочее, прочее. Меня внутри разрывает. И вообще, что-то партнерство, из всех делают партнеров, предпринимательское мышление приливают. Скажи, вот вы внутри Pfizer, партнерство, это как символ звучит или как понятие, вы что понимаете под партнерством? Хороший очень вопрос. Есть внутренние партнерства, есть внешние? Внутренние партнерства. Это важная поправка, потому что внутренние партнерства партнерствами не называют. Как ни странно. В основном внешние. Но, да, вот это вот сложный вопрос, потому что... Ну неужели у вас там не учат, что там, не знаю, на совещаниях, поставить себя на место генерального директора. И вы очень изощренно, умная организация. ИЧАР сильный. У нас нет ИЧАРа как такового, практически. ИЧАР занимается подбором, в основном, персонала и соблюдением определенных правил игры. И это вот изменение, которое последние 10 лет ИЧАР сокращается очень серьезно, не только на Pfizer, но во многих западных компаниях. Сокращается тот набор функций, который был раньше присущ ИЧАРу. То есть все это мы должны делать теперь сами. Но если говорить о партнерствах, в западной компании, еще раз, самая большая проблема заключается в том, как выстроить процесс матричной работы. Как ты можешь работать с людьми, которые тебе не подчиняются. Которые, собственно, не должны тебе отчитываться. Они не зависят от тебя в плане зарплаты, в плане оценки их работы и так далее и тому подобное. Как руководить этим процессом, как находить этих людей, как соединять их к команды и как эту команду мониторировать в плане каких-то результатов. Вот это основная проблема. Но этому учат очень редко. Потому что специалистов не так много. И модное направление agility сейчас, но очень мало кто знает, как работать в agility команде, например. В agile team. Поэтому я отвечу, опять же, возвращаясь к этому вопросу, я отвечу коротко. Нет понимания у нас в Napfizer как внутреннее партнерство. Название бизнес-партнер есть, но развитие внутреннего партнерства как определенное направление отсутствует. Я тебе расскажу. Может быть, наверное, то, что я сейчас буду рассказать про партнерство, это скорее про лидершип, про команду образования, правильно, наверное, применимо. Но все-таки мне русское слово партнерство больше нравится. Эволюция моего отношения к этому. Я, когда был генеральным директором солнечных продуктов, мне очень не хватало партнерских прав. А партнерством я называю, меня слушают, то есть к моему мнению прислушиваются. Более глобально, у меня есть право вето. Как у партнера, у меня есть право вето. У меня есть зона ответственности важная, и мне доверяют какой-то очень важный кусок бизнеса. И третье, меня впускают в свой финансовый результат. Вот как я очень по-простому для себя, по колхозно-крестьянскому определяю это. И мне в солнечных продуктах очень не хватало партнерства. И я ушел от Бурова, потому что я не согласен был с тем, куда бизнес компания катится. И она, к сожалению, обанкротилась через 7-8 лет после того, как я оттуда ушел. И это было предрешено. И он меня не слышал. И я не был партнером в этом плане. Я для себя сказал, для того, чтобы быть партнером, надо стать акционером. И я стал акционером. И мы стали, у меня там был пакет 20-25%. И я вдруг вышел из этого сознанием, что акционерство не равно партнерство вообще. Ну, то есть, если ты контрольный акционер, то, наверное, или паритетный 50 на 50, тогда, наверное, да. А вот миноритарии, это условно говоря, ты имеешь право на финансовый результат, возможно. А к мне не будем прислушиваться, это как бы все сложнее. Вообще, у меня вот в этой моей, в этом моем опыте там вообще не было партнерства. Там грызня была такой между акционерами. И я хочу тебе рассказать о том, что такое партнерство в Эвко. И почему меня, это, наверное, почему меня эта компания всегда притягивала. Потому что она, ну, это вот, я так и живу. Первая история. Десять лет назад мы с Буровым, с моим акционером солнечных продуктов, когда сливались, мы говорили, какой Кустов, это основатель компании и представительство директоров, как Кустов классно придумал. Назвал просто всех акционерами, и никому денег не платит. И мне, вот мне такого акционерства тогда было не надо. То есть, вот не надо, вот как бы вы платите сколько по чесноку, сколько мне нужно платить. И я уже дальше сам разберусь, что с этими деньгами делать. Потребовалось очень-очень большой путь пройти. Я сейчас вот в ту модель, ну, я себе сейчас тот смешон, вот когда вот такими оценками бросался. А партнерство, например, три истории. Я три месяца в компании работаю. Мы покупаем вертолет. Выбор между Еврокоптером и Робинсоном. Мне говорят, Серега, ты как думаешь, какой купить? Я говорю, ну, конечно, Робинсон. Я изображаю из себя экономного хозяина, рачительного хозяина. Конечно, Робинсон, какой там, он в четыре раза дороже стоит. Мне говорят, слушай, ты пыли в это пролети, и как бы потом скажешь. Я пролетал, конечно, у меня вышел после Робинсона, у меня коленки тряслись. Еврокоптер, извините, все нормально. Вторая история. Совещание, мы запускаем новый дивизион. Скайп, ну, очень много людей. И обсуждаем приоритетность создания цеха пилотных установок и цеха прикладных исследований. И генеральный директор, второй акционер в компании, говорит, что, там представительство директоров есть, говорит, что я считаю, что нам сейчас цех пилотных установок не нужен, нам важно ЦПИ сделать, чтобы показать, вот, искусственный желудок коровы, чтобы показать нашим клиентам, как вообще это все работает в корове. Ну, и неинтересно, как мы эти белки, защищенные из жиры, создаем. На что у Кустова два варианта реагирования. Первое, он его 30 лет знает, он его воспитал. Он может сказать, Жень, сейчас времени нет, я тебе потом объясню, ты просто поверь, что так надо. А будут вопросы, я тебе потом объясню. Я так часто делаю сам. Ну, как бы, особенно с близкими людьми я так часто делаю. Кустов выдыхает и 7 минут рассказывает, объясняет, почему это важно. Маркетингово, с точки зрения лояльности клиентов, с точки зрения наших отношений, потенциальных, с точки зрения стратегии. Тебе в конце 7 минут, типа, все, вопросов нет, мы ЦПУ сразу ставим. И последняя история, мы обсуждаем слияние, судьбоносное слияние, важное слияние с большим игроком. И здесь мы декларируем, у нас, как бы, каждый должен сказать, я за. И один из нас говорит, у меня мнение об этом другое, я вообще не считаю, что это мы правильно делаем, но я, наверное, чего-то не знаю, мне информации мало, я вижу, там Серега какой-то вообще пышет и вообще драйвит, и, в принципе, и вы все за. Я присоединяюсь к мнению, я вообще, как партия правительства, слова никакого не скажу, я тоже за. Мы останавливаемся и тратим невероятную кучу времени, эмоций и сил для того, чтобы этот человек не присоединялся к этому решению, а сказал, да, я тоже за. Хорошие примеры, просто я думаю, что это исключение из правил. Смотри, я, ну, это же как мы коллективы строим, как мы отношения, вот просто это касается большие компании, маленькие, вот я и мои, вот те, кто рядом со мной, я с ними могу строить отношения, там, в одной модели могу в другой модели строить отношения. И это, да, там, может быть, звучит утопично, но это то, что, ну, мы-то так живем, по крайней мере, наверху, по крайней мере, мы в такой модели, мы, как сказать, как идеальный образ отношений, мы задаем такие. Ну, я это услышал, но я еще раз говорю, что в моем понимании это скорее исключение, потому что моя позиция, мое мнение о российском бизнесе против западного заключается в том, что российский бизнес – авторитарный бизнес. И не только бизнес сам по себе, а сам уклад российский является авторитарным, возвращаясь обратно к особенностям российского менталитета. Поиграть в демократию можно, когда это не угрожает результату, ну, логика такая. Как только у нас появляются угрозы, вся демократия сворачивается и начинается авторитарное ручное управление. Западная модель не предполагает авторитарного ручного управления. Это может быть один из элементов, но при этом система работает вне зависимости от того, кто занимает определенные позиции в западной компании. Ты можешь поменять всех людей практически там за ночь, но система продолжит работать. Вот ты когда говоришь сейчас про российскую модель, я тоже на самом деле не очень хорошо понимаю, что такое российский бизнес. И очень многие российские компании, которые я знаю, знаю, как они работают, я их не называю российскими компаниями. Они дублируют просто модели, как работают западные, и просто выхолощивают все, что связано с человеком, и там вокруг денег. И это становится вообще просто все грустно сильно. Я пытаюсь просто сказать, что если отталкиваться от знаний о русском человеке, о том, что мы фиксируем вначале, то есть модель управления, которую можно построить. Ну, пусть это будет, не знаю, не российская компания. Наверное, я с кем-то недавно общался, говорит, вы вообще, вы что говорите, что вы русская компания? Вы не русская компания. А мне хочется сразу в морду ему дать. Что значит не русская компания? Да мы русская компания. Конечно, если дашь в морду, сразу докажешь, что вы русская компания. Да. Авторитаризм. Наверное, сложный вопрос. Я не знаю, мы перебрали время уже? Не-не, нормально все. Мы в темпе идем. Это вопрос, который требует помощи из зала в какой-то момент. Смотри, следующая тема. Человеческий капитал. Что такое человек? И что такое люди? Это постоянно звучит. Перед тем, как это сказать, я вспомнил, что хотел отметить эти вещи, что русские, русские, про деньги. Прошлую субботу у меня, я рассказал, что мой фейсбук взорвался от нашего анонса. У меня спящий фейсбук, это у меня самый популярный пост там, по репостам, по комментариям за последнее, за все время моего нахождения там. И ко мне подходит очень большой топ-менеджер, очень большого банка российского, частного. И говорит, Серега, какая прикольная тема, интересная. У нас как раз на последнем совете директоров мы вопрос культуры обсуждали, сравнивали бизнес-модель с другим банком. И я выступал, блин, жалко, мы этим теме персонала, культуры, процент, наверное, два всего, уделяем времени. Жалко, очень мало времени этому уделяем. И у меня кликнуло. За два года внутри Эвка на советах директоров мы ни разу не слушали финансового директора. Мы ни разу не рассматривали финансовые отчеты. Мы их получаем, читаем, но 70% времени мы уделяем внутри совета директоров, кого мы подбираем, как мы ассимилируем, как мы развиваем, какие бизнес-модели мы строим, организационные структуры, каким образом делаем. Там оставшиеся 30% времени стратегия, M&A, драйверы, брендинги и прочие-прочие-прочие вещи. Я тебе хочу сказать, что бизнес русский разный. Я вижу компании такие в России. Они есть. И они существуют. И это уникально. То, что ты рассказываешь, это для меня как бальзам на сердце. Потому что если действительно то, что вы 70% обсуждаете, назовем это культурными аспектами жизни организации, и только 30% вы уделяете техническим вопросам, даже если стратегию назвать техническим вопросом, это абсолютно правильная модель. Смотри, мы очень простой вещью учим. Наших руководителей есть курс. Называется «Факторы риска в управлении системами большого масштаба». Для того, чтобы стать системным менеджером, ты должен убить в себе лавочника, лодочника и простоту. Это как бы долго раскрывать. Мы объясняем, что такое убить в себе лавочника. А можно про простоту? Потому что Pfizer заявляет, что наоборот, надо возвращаться к простоте. Смотри, что такое убить в себе простоту? Это желание или, не знаю, подход делать оценку об эффективности организации или социального пространства по результатам, которые оно демонстрирует. По финансовым результатам, по выполнению целевых показателей. Делать оценку о здоровье социальной среды можно только по причинам, которые эти результаты обеспечивают. А причинами являются люди, их отношения между друг другом, материальные активы. И там драйверы в виде брендов. Но люди являются главной причиной, почему ты побеждаешь или почему ты проигрываешь. Поэтому, когда на совете директоров, ты говоришь, что это главный стратегический вопрос, мы решаем. Один вопрос сейчас. А в чем цель организации? Давай, вот чтобы на него ответить, я последнее упражнение сделаю. Человеческий капитал. Человек. То есть мы все, не знаю, все, кто говорит про менеджмент, все говорят, что человек важен. Человек, вокруг человека, без человека ничего нельзя. Там человек, ну, как бы правильно встроить, правильно организовать. И вот у нас история, вот то самое СП, которое мы делаем с глобальной компанией. Их SEO приехал к нам на знакомство, провел со мной день, проехал. И в конце он написал офигенное письмо, такое необычное для англичанин, он англичанин, кстати. Он говорил, вы настолько человекоцентричная компания, культура ваша настолько человекоцентрична, что вряд ли вы сможете объяснить на языке эффективности какому-то инвестиционному аналитику. Но я лично верю, что это единственное фундаментальное конкурентное преимущество. И мы вообще такие же. Он говорит, мы такие же. Вот мы ровно так же про человека и думаем. И вообще, поэтому мы с вами комплиментарны по культурам, и поэтому мы сейчас всех порвем на СНГ и на эти территории. Может, он из Ирландии все-таки? Слушай, нет, нет, англичанин. Англичанин. И мы обсуждаем кандидатуру генерального директора СП. Они назначают Гендира. И мы 8 месяцев смотрим, мы признали, вот этот человек способен собрать команду и способен сделать вот эту трансформацию невероятной вещи, которую мы планируем этим СП делать. Мы его признали. Мы время несколько потратили на него. Потом там меняется член своих директоров, которые курируют это направление. И в конце уже мы сейчас МЛЮ подписываем, три недели назад он говорит, кстати, у нас есть несколько кандидатов. Каких кандидатов? И ты понимаешь, что ты слова одни и те же произносишь, а ему так легко, бах, так и переключиться. Индуса какого-нибудь привезем. Не знаю, ирландца, турка. И он приедет и команду соберет. И сделает все. И вот для него, человек, который это произносит, для него это просто. Я хочу очень, знаешь, такую вещь заявить, попробовать даже нарисовать. Вот есть бизнесы, которые целевыми показателями своими говорят, мы производим товар или услугу и зарабатываем деньги. И культура является элементом, средством, обеспечивающим достижение этих целевых показателей. И в этом случае проблема выбора – это выбор между плохим и хорошим. Я очень долго вообще в этой парадигме существовал и говорил, ребята, зачем спорить, чего ругаться. Мы сейчас сядем и всегда можем договориться. Мы с вами зарабатываем деньги для наших акционеров, мы ставим добавленную стоимость. Вообще это математика. Любой вопрос можно рассмотреть с точки зрения этих вещей и всегда определиться, вот как бы надо это делать или не надо это делать. Плохо, хорошо, прибыль, убыток. А если ты ставишь в качестве целевого показателя, добавляешь сюда, на этот уровень человека и говоришь, что я строю бизнес, где человеческий капитал не является средством достижения целевых показателей в виде тонн и долей рынка и денег зарабатываемых, а человек сам является целью, мы его хотим развивать. Не эксплуатирующая человека, а развивающая человека. То здесь вопрос выбора переходит в категорию, вот здесь между плохим и хорошим, а здесь между плохим и очень плохим. Причем одно мало отличимо от другого. И вот чтобы проиллюстрировать проблему вот этого выбора, хочу такую историю рассказать про патриотизм. Про патриотизм можно говорить на языке «Крым наш», «Георгиевские ленточки», «Салюты парады». И вот во мне что-то пробуждается сопричастность к великой империи, и я понимаю, что да, вот оно как бы… И я сам становлюсь выше, шире и прекрасней. И еду в Крым. А как-то очень важный для меня человек, взрослый, много поживший, предложил другую формулу, описывающую, что такое патриотизм. В общем, она у меня просто нацарапалась в сердце, и вот это для меня является объясняющим эту вещь. Патриотизм – это слезы матери, скорее многодетной, которые часть своих сыновей отправляют на смерть, чтобы оставшиеся жили. Какая там… Где там поле для восторгов? Где там поле для, не знаю, для улыбок и прекрасностей? Вот когда ты человека сюда ставишь, вот на один уровень, развитие компании и вообще проблема выбора, она вот в такую категорию переходит. Это очень сложно. Ты, не знаю, лидер у тебя в бизнес-направлении, прибыль заработал, убыток принес. Это плохо. С точки зрения прибыли плохо, а с точки зрения его, вот он стал сильнее, он с чем из этого вышел? Он развился, он на следующую цепочку стал, он чему-то научился? Это вот та боль, которая его сделала сильнее? Или человек, который прибыль заработал, вот как бы суперрезультат показал? И все знают, что это просто он фантастический, успешный парень. У него, он как бы, он по земле еще ходит, он еще как бы не взлетел, или у него корона уже отдела появилась, и с ним разговаривать невозможно. Вот как бы, как это все понять? Где это идентифицировать? Это получается, знаешь, проблема выбора, она другая. И для меня, отвечая на твой вопрос, я с огромным уважением отношусь к тому, что делают транснационалы, какую они систему управления построили. Она ведь действительно очень эффективная, и она не просто эффективная, там очень большое количество людей счастливы, то есть им хорошо работать. Но там вот на черенок просто глубже копнешь, и ты увидишь, что это культура, которая строится на системе облагораживания пороков. Культура, которая эксплуатирует простые эмоциональные потребности. Потребность доминировать, быть в центре внимания, еще и там жадность отчиславия. Ну, то есть культура, мне хорошо, то есть я как бы, во мне это есть, и мне предлагают, и мне вот эту, по спиральке, вот эти вещи мои используют. И я знаю, что бизнес можно так делать. И я знаю, что он может быть эффективен. Но интерес и вызов в том, чтобы построить глобальную компанию, которая с точки зрения бизнес-результатов, она будет их бить на их территориях, с точки зрения доли, с точки зрения беды, с точки зрения капитализации, по бизнес-результатам она будет конкурировать с ними, но не эксплуатируя человека, а развивая человека. Я согласен. Я, может быть, пару слов буквально скажу. Согласен в том плане, что вторая модель, она, конечно, более прогрессивная. Но просто я тебе приведу пример западного патриотизма, корпоративного. Мы ставим человека, мы, это компания Pfizer, как многие другие, кстати, фармкомпании, ставим человека во главу угла, но не человека, который работает в компании. Это как бы уже достаточно известный, пройденный этап. А мы ставим пациента. И вот что происходит, когда мы последнее время общаемся как команда вместе, мы отдаем довольно регулярно определенное время людям, чтобы они рассказали, что такое для них пациент. И это удивительный момент, потому что люди приходят и приносят истории про своих родственников, родителей, детей, тех, кто болеют редкими заболеваниями, тех, кто обречен с пяти лет прожить еще четыре года, максимум пять, и умереть в любом случае, потому что нет лекарства. Те, кто потерял своих родителей, потому что им поставили неправильный диагноз. Те, у кого есть раковые больные, они приходят с фотографиями, с альбомами и показывают, и рассказывают, они плачут все. Но ты понимаешь, почему ты работаешь. И ты хочешь работать больше, чтобы эти люди не умерли. Или те люди, которые умерли, были бы примером для других, чтобы сделать модель лучше. Вот это патриотизм. И вот это модель, при которой ты понимаешь, для чего ты работаешь. И она немножечко меняет твое мироощущение. Я абсолютно, вообще даже возразить нечего, потому что ты, когда ты деньги чуть-чуть в сторону отводишь, у тебя, ты должен себе ответить на вопрос, а вообще вот в отношении своих потребителей к клиентам, ты вообще на что готов. Полгода назад был на встрече с Адзизисом. И он такой, а он уже похож, умудреный таким опытом. Он тему про любовь задвигает. Он говорит, вообще давайте ответим на вопрос, мы любим свой клиент? Мы любим деньги, которые нам наш потребитель приносит? Или любим нашего потребителя? И в ответе на этот вопрос ты обязан дать ответ. Ты тот продукт, который ты разрабатываешь. на какие компромиссы ты готов идти? С точки зрения, не знаю, качества, с точки зрения пользы, ты какой продукт несешь? И здесь компромиссов быть вообще не должно. Вот это мое внутреннее убеждение. Хотя очень долго, я вообще находился в парадигме, качество это, не знаю, у каждой цены есть свое качество, не проблема. Ешек накидали, консервантов накидали. Ну как бы, есть потребитель на такой продукт, значит надо его делать. Сейчас... Сильно-сильно по-другому. Понимаю. Вопросы? Какие ключевые качества вы можете выделить в плане карьерного роста в зарубежной компании? Какие ключевые качества можно выделить в плане карьерного роста в зарубежной компании? Твой. Нужно быть образованным, нужно знать довольно много различных областей, начиная с экономики, социологии, финансов и так далее. Нужно постоянно учиться и учиться лучше вместе с людьми, с которыми ты вместе работаешь. То есть даже если ты директор, это закон, что ты должен как можно больше времени проводить в поле со своими клиентами, со своими людьми. Не... не отбрасывать это, не считать, что ты выше этого. Нужно обязательно уметь проигрывать и жить под стрессом, уметь выходить из этой ситуации, иметь какое-то прикрытие, чтобы не сжечь себя. И, наверное, нужно не думать о карьере, а нужно жить project management, то есть делать проекты. Вот четыре вещи, которые я считаю крайне важны. Дэн, можно я тебе вопрос задам? Вы прямо в продолжении. И, возможно, рефреном к теме цели русского бизнеса и там вообще бизнеса. Ты счастлив в Роттердаме? Я счастлив, неважно, где я. Я счастлив здесь сейчас. Я счастлив с моими родителями, которые, кстати, пришли сюда. Я очень благодарен за это, когда я с ними дома нахожусь. Я счастлив со своей семьей, будь это Роттердам или будь это Silent Hill и так далее. А ты как формулируешь свою мечту, цель, ну, не мечту, цель в работе? Что тебе нужно? Вот куда ты двигаешься? Не по жизни, а вот в работе, в служебной деятельности? Что является твоей мечтой или образом той цели, к которой ты двигаешься? Да, однажды мы с одним человеком, который здесь присутствует, очень мной уважаемым и любимым, лет 25 назад говорили, что-то я себе много лет нарисовал, лет 20 назад, наверное, говорили о том, что когда-нибудь мы изменим социологию и это будет новой наукой. Я как сейчас помню, этот момент шикарный просто. Хотя мы говорили, но я не знал, как это мы сделаем, но я знал, что мы ее изменим. И вот сейчас, два дня назад, когда мы разговаривали со студентами, мне кажется, какое-то вырисовывается понимание, как она будет меняться, социология. Хотя уже, может быть, не мы ее будем менять, а они, то есть вы. Вот то же самое касается бизнеса. Модель здравоохранения, возвращаясь к вашему вопросу. Не, не, интересно, лично тебя. Лично меня. Лично тебя. Лично меня. Модель здравоохранения кардинально будет меняться. В Нидерландах это уже происходит. Так вот, мой личный, моя амбиция поучаствовать в процессе изменения системы здравоохранения в Нидерландах, так, чтобы я мог сказать, да, как бы, в том числе это была и часть меня. А ты как-то себя на пенсии видишь? Как-то вижу. Ну, то есть, ты, есть та точка, где ты скажешь, все, закончил. Я, да, я 9 лет учился в художественной школе. Я не рисовал 15 лет. Я сколлекционирую виниловые пластинки. Я вот, как бы, собираюсь съездить в Лондон, кстати, на крупнейшую выставку, потому что там можно найти шикарные вещи. Я очень люблю книги. Я езжу на велосипеде. Ну, то есть, ты найдешь себя, чем занять. Я хочу научиться играть на гитаре. То есть, ты найдешь себя, чем занять? Я хоть сейчас. Слушай, это, это, это такой, как бы, вопрос, мне кажется, он очень сильно в контексте того, что обсуждаем. У меня трансформация произошла, я ее очень хорошо помню. Меня вот, когда Вадим Дымов выгнал, и я уехал, и понял, у меня было возможно, я поехал на Афон, и четыре дня я провел в полной тишине. Мне никто не звонил, я никому не звонил. И это было, сколько мне, 36 лет было. Я понял, что я вообще никогда до этого не отдыхал. Вот, в принципе, у меня не было никогда отдыха. Я даже, у меня были моменты, мне кажется, я даже не спал. То есть, ты там в тонусе, как это, в горизонтальное положение переходишь, и утром вскакиваешь, такой стресс, стресс, и у меня вот в этой гонке была четкая задача. Я к 50 годам хочу заработать 20-30 миллионов долларов, и чтобы на пляже и книжки читать, путешествовать, образ цели был очень понятен. И примерно вот в это же время я очень родителей люблю, и мне отец важен, отношения у нас очень близкие. Я очень хотел, чтобы он переехал в Москву. Я из Бурятии сам. А он работал. Работает, работает. Он говорит, ну как я перееду? Я работаю, работаю. Мама хочет переехать. А вот он работает. Я на него смотрел, 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 и понял, что, блин, я-то такой же. я не смогу вот на пляже, и мне работать надо. Я вообще, я как бы хочу, мечта-то моя умереть у станка. Я искренне совершенно. Я понимаю, что так, стоп, мне, значит, надо мою жизнь-то как-то распределить так, чтобы меня хватило и семье, и близким, и все, и как бы, и мне нравится бизнесом заниматься. Вообще бизнес, это же офигенная штука. То есть, с точки зрения, как она поле для самореализации дает, это люди, ты можешь создавать, ты можешь открывать, ты можешь мир узнавать, и ты вот, и особенно контакт, особенно русскому человеку, которому отношения важны, бизнес это дает такое поле. Мне очень нравится заниматься бизнесом. И я для себя понял, я хочу умереть у станка. Вот я как бы, мой образ цели. Вот как бы. Но ты одну вещь про себя не сказал. Какую? Это вот удивительнейший человек, на самом деле, который в какой-то момент сказал, я пробегу марафон. И я помню, когда мы сидели с тобой в Роттердаме, когда ты мне это рассказал, я считаю, что это просто высшее поле уважения. Знаешь, почему марафоны бегаю? Знаешь, почему марафоны бегаю? Я жутко ленивый человек. Просто, ну, невероятный разгильдяй. И мне как-то хочется вот, ну, как бы найти, научиться какой-то системности в организации собственной жизни, и марафон прекрасно для этого работает. Вообще просто тренировки, ну, какие-то такие привычки формируют интересные. А еще, а вторая вещь, я понял, я как бы, я всегда думал, что я экстраверт. Я думаю, что я экстраверт. С другой стороны, я думаю, что я интроверт. Еще разобраться не могу. Я марафоны бегаю, потому что у меня есть 8 часов в неделю. Времени абсолютно, когда меня никто не трогает. И это прям, и это вот не спорт, а вот подумать, что-то как-то. Одиночество. Одиночества не хватает. Давайте блиц буквально, давайте поиграем в игру. То есть вы коротко задаете, мы очень коротко отвечаем. Нет, нет, нельзя вопрос. Вот вопрос студента. Можно, можно, но по очереди. Давай. Это не лекция. Нет, 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 нет. Есть, есть, есть череда. Да, нет, в это я верю. А то, что есть череда просто конкретных ситуаций, где мы подтверждаем о том, что мы на компромиссы не идем. Это единственная компания, которая, ну вот есть майонез. Майонез сложно назвать сильно здоровым продуктом. И майонезы, ладно, история, нет, это не важно. Короче, нет, можно? Нет, ответ нет. Нет, можно? Кто еще? Понятно. Я коротко про западную компанию. Это является не только модой, это является действительно очень важным вопросом в работе любой большой корпорации. Делается ли это эффективно или нет, другой вопрос. Но это и позиция людей, и позиция компании. Студентов нету. Статистика очень простая. Ошибается где-то, наверное, один раз из тысячи. Ошибка, ошибка есть. Вот то, что у нас... Мы всех, мы всех тестировали. Нам все интересны. Кто где? Да-да-да-да-да-да-да-да. Короткий ответ по возрастному длину, а может быть, даже вы не будете. А есть нормальные, как разформировать проприортизм в жертвы, а это все-таки проприортизм, это был гуманистический, который был ГЛТ. У вас есть кое-какие жители не надо. А надо? Ну, то есть, короткий уровень в жертвы. Ну, а надо это делать? Трансформировать? Ну, что, если разберемся, что такое, ну, не знаю, жизнь, ради чего, зачем, то получается, что гуманизм через жертвенность, вот это и есть гуманизм, нет? Это ночной разговор за крепким алкоголем. А я отвечу, что надо. Надо? Нужно, да. Не надо, нужно, да. Девушка, задайте вопрос уже. Через что? Через боль и зону смерти. Первый раз слышу. Я не верю, что комфорт развивает. Я же об этом сказал. У нас в учебном центре, в учебном центре мы моделируем ситуации две недели, там, месяц, когда ребята, он приходит и говорит, я могу прыгнуть на один метр. Говорит, ну, погоди, ну, вот если ты вот прям потренируешься, потренируешься, ты на сколько? Ну, метр двадцать. А после двух недель, после четырех недель он два метра прыгает. Я сейчас говорю про задачи, которые он способен решать. Мы его погружаем в систему отношений, он какой-то разговор с собой осуществляет, проходит, и у него ресурсность добавляется. К комфортом это не достигается. Я вот, как бы, в этом я убежден. Я скажу так, чтобы коротко. Если у вас возникло впечатление, что в западной корпорации есть комфорт, то это не так. Спасибо тебе. И потом один момент, который очень важный, в западных корпорациях, я скажу так, чтобы меня потом, как бы, тоже, есть очень много страха. Вот только так я скажу. Я вижу Татьяну Юрьевну, которая очень и очень внимательно нас смотрит, потому что, да, потому что пора завершаться. Сережа, извини, что тебя перебил, но, как бы... Скажи, две минуты, стоп, 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 нет, нельзя, на этом нельзя заканчивать. Два, два, две минуты от тебя. Давай встанем. Что ты хочешь в конце сказать? Ты уедешь в Роттердам свой? Я так тебе приеду... Я вам скажу одно, приезжайте в гости. Вас очень не хватает. Спасибо вам большое. Не, не, я чуть-чуть, я чуть-чуть это... Я от себя говорю спасибо большое. Я чуть-чуть больше слов скажу. Я пытался... Ну, как бы, вот эти два часа, они очень-очень сумбурно, очень так, как бы, фрагментарно, и люди все разные, и вообще все сложнее гораздо, чем мы пытались здесь там смоделировать и предложить. И хотелось просто очень простую вещь транслировать. Вот русский человек, как русская культура, она уникальна в том роде, что мы... У нас сосуществует рационально-достиженческое начало и эмпатично-общинное. И причем очень часто у кого-то в сердце грань проходит между одним и другим. Сейчас вот, как бы, современный метод хозяйствования, рационально-достиженческое, более ярче, более четче, более успешнее. Но культурологически второго-то больше, и ему сложнее. И я хочу сказать о том, что русскому человеку без смыслов, без идей... И без стограма. Тяжело. И вообще, в чем смысл жизни? Это же наш русский вопрос. Какой-то простой. Вот задуматься, не бояться темы зачем я живу, почему, для чего. Вот это первая вещь. А вторая про... И в работе то же самое. Про работу это то же самое. Что заработает, какой он, как он относится, какими методами он работает. Узнавать об этом максимально подробно. А про русский бизнес я тезис попробую сформулировать. Русский бизнес, который ставит перед собой целью единственное, зарабатывать деньги, он как по Достоевскому. Он уходит в черную зону, он вообще человека теряет. У него превращается вот эта иерархичность, авторитарность, как бы там врастает, и это становится бизнес, в котором находиться тяжело. Сосуществовать тяжело. Счастье там сотрудническое найти сложно. Поэтому русскому бизнесу, как бы, я верю в это, что без смыслов и без идей, да, идеологизировано. Но я в идеи верю, мне они нужны, важны. И мне кажется, вот русскому бизнесу, если про русский бизнес, он должен быть глобальным, он должен идти за пределы, и он должен быть про человека. Вот простая мысль. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...